У меня в руках обыкновенный футбольный мяч. Он сшит из 26-ти угольников и 12-ти пятиугольников. Впрочем, меня интересует не это. Меня интересует вот что. Смотрите, эти многоугольники сшиты таким образом, что все швы смотрят внутрь. Как это сделано? Ну, пока сшиты все, кроме последнего, это еще можно себе представить. Но как сшивают последний шов? У меня есть только одна версия. Там внутри кто-то остается. Эй! Алло! А может быть, этот кто-то и решает судьбы матчей Чемпионата мира по футболу? А? Мы встретились с легендарным вратарем Сергеем Овчинниковым и спросили у него, сколько игр он провел в российской премьер-лиге. Зато программа «Галилео» знает все. 482 игры. Интересно, а сколько раз мяч оказывается в руках Сергея в течение одной игры? Кровенный, наверное, ответ будет «Я не знаю». В среднем за игру Овчинников держит мяч в руках 26 раз. За все 482 игры он брал в руки мяч 12 504 раза. Ему ли не знать, как последний шов оказывается внутри мяча? Я отвечу, что я не знаю. Потому что для меня это загадка. Я видел, как мячи шьют, но... Ну, если не знает сам Овчинников, значит, вопрос достойен нашего расследования. И мы отправились на фабрику, где делают футбольные мячи. Чем занимается эта женщина? А, вырубает дольки. На один мяч нужно 12 черных и 20 белых деталей. Так, этот механизм делает дырки для иголки. Значит, скоро увидим и саму иголку. А этот агрегат делает одну большую дырку в пятиграннике. Через нее в мяч будут закачивать воздух. А еще на этих заготовках можно что-нибудь нарисовать. Вот так. К долькам изнутри обязательно приклеивают вот эту ткань. Оказывается, без нее мяч будет слишком легким. Спорим, вы не угадаете, куда попадает мяч после этого? В тюрьму. Это не шутка. Сшивают мячи именно там. Для Галилео нет преград. Мы в тюрьме. Александр осужденный. Он сидит здесь уже 15 лет. Пять из них он шьет мячи. По два в день. На счету Александра их уже более двух тысяч. Видимо, поэтому он так легко управляется с заготовками. Внимание! Иголок должно быть две. Хотя бы для того, чтобы сделать первый узел. Смотрите. Иголки входят в одно и то же отверстие. А теперь одно движение и шов затянут. Крепче не бывает. Дальше точно так же. Александр пришивает друг к другу остальные детали мяча. Кстати, на один мяч у Александра уходит около трех метров нитки толщиной 0,3 миллиметра. Вот и готова наша розочка. Александр крутит в руках почти готовый мяч с уже вставленной внутрь камерой для воздуха. Теперь осталось главное. Сделать тот самый последний шов. А вот и он. Но стежки-то пока снаружи. Интересно, как их Александр спрячет внутрь? А, вот как. Очень просто. Нужно потянуть за нитки. Теперь одной иглой Александр нащупывает дырку на другой стороне мяча. Это ювелирная работа. Тут главное камеру не проткнуть. Вот, игла прошла сквозь мяч. Теперь вторая иголка следует в ту же дырку, что и первая. А выходит на другой стороне мяча рядышком. Но зачем? И снова Александр тянет нитки. Шва как не бывало. Осталось спрятать концы в воду. Точнее нитки внутрь мяча. И без ножа тут никак не обойтись. Оп. Нажали. И нитки внутри мяча. Секрет раскрыт. Мяч готов. До свободы Александру осталось еще две с половиной тысячи мячей. О, а сам мяч, он уже на свободе. А вот если внутрь такой прибор вшить, чтобы мяч стал радиоуправляемым, может, тогда, наконец, мы станем чемпионами мира по футболу? А?